Музей Самбекские высоты, Новочеркасск и Таганрог Сохранился только этот флигель площадью 30,5 квадратных метров, которым и родился Антон Чехов. С этого места начинается экскурсия для медиаволонтеров просветительского проекта «Узнай Россию». В Таганроге семья Чеховых часто меняла место жительства. Не имея собственного дома, отец Антона Павловича открывал бокалейные лавки в разных частях города и переезжал поближе к месту работы. Эта гостиная – самая большая комната в доме. Она служила Чеховым еще и столовой и рабочим кабинетом главы семьи, о чем свидетельствует эта конторка. Отцу принадлежало. Видимо, здесь лежали счеты. И стоя у конторки, отец Чехова подсчитывал доходы своих торговых дел. И на конторке уникальный документ свидетельства Купса Третьей гильдии Павла Чехова за 1858 год. Волонтер Мария Андрощук работает с Шахтинским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями. На экскурсии по чеховским местам впервые. И настолько впечатлилось, что планируют опубликовать зарисовки в городской газете «Шахтинские известия» и соцсетях. Комнат мало, они все маленькие, но как заметили ребята, что все равно видно, что жили достаточно счастливо, там очень уютно. И все было для комфорта. Это нам, современному человеку, сейчас это недостижимо в уме. Как представитель одного из крупных учреждений областных, я намерен где-то поучаствовать в штурмах, где-то дать какие-то советы молодым людям, как следует пропагандировать красоты и культуру нашего городского края. Дальше экскурсия отправляется в лавку Чеховых. Здесь будущий писатель прожил с 9 до 14 лет. И, учась в гимназии, помогал отцу торговать. По впечатлениям от встреч с людьми в этой лавке были написаны рассказы Ванька, Конетель, отец семейства, тяжелые люди. А финальная точка – гимназия, где учился Антон Чехов. Нарушителей здесь отправляли в карцер, где они могли просидеть до 6 часов, уча уроки. А вот за что гимназисты попадали в карцер? За грубое обращение со старшими, за оскорбление словом товарища, за драку, за леность, за чистый пропуск уроков, за несовредение гимнастической формы, за посещение театра, без разрешения гимнастического начальства. Сразу после экскурсии вдохновленные ученики школы медиаволонтеров начнут применять знания на практике. Эксперты научат продвигать свою территорию в интернете. Школа медиаволонтеров – это часть просветительского проекта «Узнай Россию», который работает с 2013 года. Сделано уже на самом деле за эти годы очень много. Написаны статьи о достопримечательностях у выдающихся жителях Ростовской области, написаны энциклопедические статьи, которые теперь являются источниками для рефераторов, являются источниками знаний, причем проверенных и авторитетных. Участники проекта – сотрудники учреждений культуры и волонтеры. Программа рассчитана на три дня. Есть и дистанционный курс. Его можно пройти и для углубления знаний. Екатерина Лободина, Юрий Лешко, Таганрог.